Новый год – это любимый зимний праздник взрослых и детей, время долгожданных подарков и поздравлений. Вот и киноконцертный зал «Панорама» и медиахолдинг «Тверской проспект» проводили конкурс детских рисунков «Новогодние герои 2023», чтобы порадовать всех детей новогодними сюрпризами. В конкурсе участвовали дети до 14 лет, отправив организаторам свои творческие работы с 12 по 26 декабря. А подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Конкурс направлен на популяризацию творческой деятельности детей, повышение интереса к детскому творчеству, а также на поддержку талантливых детей, эстетическое воспитание и вовлечение юных художников в занятия изобразительным искусством. Семья Метлицких уже давно отправила рисунки детей. Мама признается, что в подобных мероприятиях дети участвуют не первый год. Мы вообще очень творческая семья. Любим и рисовать, и мастерить, и с деревом заниматься, и в походы ходить. Поэтому, когда узнали, что будет такой конкурс, решили сразу в нем поучаствовать, и чтобы нам было просто приятно, и получить, наверное, какие-то призы или подарки. Детям под Новый год интересно получать сюрпризы. На данный момент подводятся итоги конкурса. Дети Миши и Ксюша уже вовсю настроены на победу. К конкурсу относятся серьезно, рисунок продумывают до мелочей. Ребята отправили сразу несколько работ. Я рисую солнышко, и еще вот такой песочек, и небо зеленое. А почему именно небо зеленое? Ну, потому что это сказательная страна. Ой, прикольно. А какой твой самый любимый новогодний герой? Если что, Дед Мороз. Ой, замечательно. А ты ждешь подарка Деда Мороза? Конечно. А уже писал ему письмо? Конечно. Я рисую какое-то загадочное небо. А почему именно это решил рисовать? Что в голову пришло, ты начала рисовать. А какой твой новогодний герой любимый? Наверное, заяц. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря 2022 года на открытии выставки детских рисунков на Смоленском, 29. Также результаты будут выложены на сайте panorama-pro.ru.